ну что ребятки девчатки всем привет сегодня опять находки и сегодня снова винтаж причем неплохой винтаж и вот первая находка у нас это вот такой вот усилитель с тюнером от фирмы yamaha начаться что у нас здесь на вид вроде бы ничего ну по крайней мере здесь передняя панель я здесь вот ну пару таких вот вмятинок вот тут вот видно здесь и здесь вот мы здесь на корпусе тоже пару мятинок но конечно да его закинули в контейнер вот конечно это бесследно не осталось но тем не менее здесь можно все это принципе убрать включаем смотрим да сразу делаем вывод у него не работает здесь подсветка потому что должна здесь работать подсветка вот ну и дальше колонки колонки надо подсоединить сейчас я сделаю это и мы его попробуем послушать у нас здесь он уже работает он уже настроен на волну сейчас вот я тише сделаю потому что опять будут проблемы с ютубом значит вот здесь высокие частоты низкие частоты культура на смартной классно работают выдают неплохо здесь немножко идут На звуки идут немного, как их называют, ну, такие вот шуршания. А здесь что? А, это баланс у нас. Баланс на середину опять поставить. Ну вот, значит, работает нормально. А здесь, значит, сейчас проверим. Да, здесь выключается, включается. Здесь фильтр. В принципе, тоже работает. Ну, и здесь переключается стерео-FM. И здесь, вернее, F-M-A-M. И здесь стерео-Моно. Вот. В принципе, все рабочее. Сейчас я покажу, значит, как он выглядит сзади. Вот так вот сверху. Вот здесь вот есть небольшие мятинки. Вот. Ну и сзади он выглядит вот так. Есть чисто винтажные соединения для кассетников, для магнитофонов. Ну и есть нормальные, уже более-менее современные. Не могу сказать, какого это года. Но вот его модель, модель его Ямаха CR620. Вот. Ну и написано Hamamatsu Japan. То есть чисто японский приборчик. Вот. Очень даже симпатичный. Очень даже хороший. Вообще, мне нравятся вот такие приборы. Есть такие же алюминиевые, тоже с алюминиевой панелью, с такими выключателями, переключателями. Есть и от Грюндика неплохие модели. Ну вот. Ну вот старая модель. Она очень даже классная. Хорошо выдает. Сильный усилитель стоит. Вот. Ну, в принципе, мы можем его уже сейчас выключить. Вот. А перейдем сейчас к находке другой. Еще одна находка есть. Ну и тоже она у нас винтажная. Вот. Вот такой легендарный, легендарный магнитофон. Ну, то есть, это кассетная дека от фирмы PIONEER. Вот. Здесь, если сейчас вот я тоже так поставлю. И здесь нужно камеру чуть выше поднять. Вот. Что у нас здесь? Здесь у нас видно тоже, здесь подсветка не работает на одном из... Как их называют? Индикаторы. Вот так закрывается крышечка. Вот так открывается. То есть, вот так. Очень даже легко. Вот. Ну и... Громкость. Здесь и уровень записи, да. Вот. Здесь панель включения кассеты. Кассета у меня... В данном случае одна. Вот. И на ней записано... Ну, какой-то... Какой-то пепеш. Музыки нету. Ну, сейчас мы... В принципе, это не важно. Что я хотел, значит... Хотел сказать... Кассетная дека. Модель. СТ-Ф-4040. То есть, или 4040. Вот так можно сказать, да. Вот. В данный момент, значит, она включена. Здесь у нас... Не знаю, что это такое. А, это вот как раз кнопочка для открывания вот этой вот штуки. Закрывается так, а открывается вот так. Вот. Ну, так как он без усилителя сам по себе, нам нужно взять наушники. Наушники включим и послушаем. Здесь есть два выхода для микрофона, один для наушников. Вот. Ну, и послушаем, что он нам скажет. Включаем кассету. Вот, видите, да? Индикаторы оба работают. Ну, и здесь балдеж этот пепеш пошел. Сейчас немножко громкости добавлю. А, это не громкость. Это оба... Оба вот этих вот включателя. Это... Уровень записи. Громкость он выдает на одной паре. То есть, одинаково всегда. Я так понимаю. Да, здесь громкость не меняется. Громкость одинаковая всегда идет. Но она идет. Вот. Ну, что еще по нём? Здесь есть вот переключение, значит, Dolby NR. Значит, Off-On. Включаем, лампочка загорается. Выключаем, тухнет. И здесь есть кассеты, какие. С... ЦРО2, СТД и СЕС1. То есть, тоже переключаться можно вот так вот. Датчик... Щетчик кассетной ленты работает. Вот. Ну, что? Сейчас пробуем перемотать. Мотает. Мотает. Включаем снова, нажимаем паузу. Сто процентно... Сто процентно рабочий... Ну, скажем, 99% рабочий прибор. Потому что здесь не работает лампочка. Ну, вот. Поэтому... На 100% не можем дать ей. Так вот. Включаем. И закрываем. Всё. Всё работает. Индикатор работает. Интересный прибор. Очень даже интересный. Вот. Причём... Посмотрел я в... eBay. Стоит денег. Вот. Здесь написано Full Auto Stop. Ну, и так далее. Выключаем его сами. Значит, что у нас сзади есть? Наушники отключаем. Сзади у нас написано. Ну, то есть, есть два выхода, опять же, для выхода и вход. Для нормальных тюльпанчиков. И есть винтажный выход-вход. И, значит, что здесь ещё есть? Ну, написано модель. Пионер. Модель STF4040. И, опять же, написано Made in Japan. То есть, ещё один чисто японский прибор. Установлен сейчас на 220 вольт. Вот. Но это... Можно менять здесь. Вот. Ну, и всё. В принципе, всё, ребятки. По нему. Вот здесь чуть-чуть есть ржавчины. В принципе, эту крышечку можно... Можно было бы снять и заново немножко лакирнуть чёрным лаком. Вот. Ну, я этого делать не буду. Я буду его продавать в оригинале, как он есть. Так что, он останется таким. Вот. Всё. Ребят, на этом у меня больше сегодня ничего нет. Кому понравился обзор, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто ещё не подписался. Всем желаю удачи. И до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok